Эту гору причудливой формы видно практически из любой точки близлежащих окрестностей. Наверняка в древности наши предки использовали ее в качестве ориентира, чтобы не сбиться с пути и без труда провести свое стадо к одной из многочисленных зимовок, разбросанных в округе. Но место это, самой высокой точкой горного массива Кызылтаз, известно по совсем другим причинам. Гора пирамидальной формы с загадочным названием Сорокина расположилась близ древнего святилища Акбаур, интерес к которому со стороны исследователей многочисленных путешественников не ослабевает и по сей день. Недалеко от поселка Ленинка, ныне Сагыр, располагается одно из загадочных мест, которое вдоль и поперек исходили историки, краеведы и ученые. Одни называют его древним астрономическим комплексом, первобытная обсерватория под открытым небом, другие – древним святилищем, приписывая ему странные и порой необъяснимые вещи. Сегодня Акбаур известен как историко-археологический комплекс, на территории которого в разное время были найдены наскальные изображения, фундаменты древних строений и погребений. Существует даже гипотеза о том, что много тысяч лет назад в этих местах приземлялся неопознанный летательный объект, о чем свидетельствуют информационные символы и знаки, найденные в одном из гротов и описывающие момент приземления. Так или иначе, но с урочищем Акбаур тесно связан горный массив Кызылтаз протяженностью около семи километров с самой высокой точкой горой Сорокина. В современном переводе с казахского языка Кызылтаз дословно означает «красный камень». Название горного массива говорит само за себя, то тут, то там можно увидеть яркого цвета камни, будто бы окрашенные древним художником в рыжие и красные тона. Эти ярко-рыжие свидетели тех далеких времен есть не что иное, как граниты, из которых сложены горы Кызылтаз. Поговаривают, что если наблюдать закат из определенной точки урочища Акбаур, то горы Кызылтаз действительно кажутся красными. Многие видят в этих гранитах лишь хаотично разбросанные валуны да камни, но исследователи углядели в них остатки древних курганов, могильников и захоронений, которые во все времена вызывали у людей большой интерес. Одна эпоха сменяла другую, но люди неизменно возвращались сюда. Кто-то в поисках ответа на многочисленные вопросы, теории и гипотезы, а кто-то, чтобы испытать необыкновенное ощущение гармонии, покоя и равновесия. Такое место находится у северо-восточного склона Сорокиной горы, где расположен могильник с одноименным горному массиву названием Кызылтаз. В любое время дня и ночи здесь, между горой Сорокина и горой Коржимбай, стоит звенящая тишина, хотя буквально в километре находится оживленная автомобильная дорога. Жизнь же близ этих сакральных и загадочных мест идет своим чередом. И не только для жителей села Сагыр. По ту сторону от дороги на берегу реки Урунхай живет своим размеренным укладом еще одно небольшое село Кызылтаз, вероятно, получившее свое название от названия горного массива. Для местных жителей уже стало привычным видеть в этих краях заезжих гостей в виде туристов и исследователей. Ведь буквально в паре шагов от их домов, там, где на протяжении многих лет пасется скот, находятся древние курганы и захоронения, некоторые из которых отнесены к эпохе бронзы. Курганам принято считать разновидность погребальных памятников, которые характеризуются сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. На современной поверхности близ села Кызылтаз прослеживаются ограды прямоугольной, квадратной, округлой и овальной формы, состоящей из уложенных плашмя или поставленных на ребро и врытых в грунт гранитных плит. Неопытному взгляду сложно увидеть в этих разбросанных повсюду гранитных камнях следы из прошлого, тем более представляющие собой древние захоронения. К слову, по этой причине курганы были разграблены еще в древности. В ряде случаев в курганах отсутствовали находки и кости скелетов, а где-то были зафиксированы их сильно разрушенные остатки, основная масса которых была найдена в придонных частях ям. Но несмотря на это, археологи и по сей день продолжают находить в этих краях новые курганы и захоронения, причем разных эпох, что свидетельствует о популярности здешних мест у наших предков. А еще внимание туристов и путешественников привлекает та самая гора причудливой формы, вершину которой видно практически из любой точки близлежащих окрестностей. Поднимемся на самую верхнюю точку горы Сорокина, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться теми видами, которые не подвластны нам в обыденной жизни. В названии горы многие видят связь с черно-белой представительницей семейства Врановых с Сорокой. Якобы гора Сорокина названа так, потому что в ее окрестностях обитает много сорок. Но жители села Козелтас и Сагыр опровергают эту версию. По их свидетельству, местного жителя по фамилии Сорокин убили около этой горы. В связи с этим и названа возвышенность. А кто-то рассказывает о жившей в этих местах женщине, превратившейся в Сороку и просившей у Всевышнего наказания врагов, разрушивших ее семейный очаг. Поэт и публицист Евгений Васильевич Курдаков, многие годы посвятивший изучению древнего неолитического комплекса Акбаур, также останавливают свое внимание на этой горе. Для Курдакова гора Сорокина – это гора срока, отмечающего срок жизни. Уникальны здешние места не только своей историей, уходящей корнями в далекие и оттого, кажется, мифические времена. Горный массив Козелтас представляет собой большую ценность, как ландшафтный резерват со своеобразной флорой и фауной. В течение года здесь можно увидеть гнездящихся, пролетных и зимующих птиц, причем не только типичных, но и краснокнижных представителей орнитофауны Калбинского хребта. А если повезет, то можно увидеть и куда более суровых обитателей здешних высот. Этот след рыси, оставленный здесь несколькими днями ранее, невольно заставляет путника чаще оглядываться по сторонам и объявлять о своем присутствии на чужой территории громкими разговорами. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Слова популярной песни вспомнились сами собой при виде той божественной красоты, что открылась неискушенному взгляду. Вглядываясь в каждый камень, выступ и каждое углубление в громадных волнах, воображение невольно рисует лица, силуэт у людей и животных. Стоя перед громадной стеной сложенных друг на друга валунов, пытаешься дать научные объяснения тому, как все это образовалось. Ветра, снег, солнце, дожди. Быть может, это дно древнего океана, возможно и так. Вот только одно не укладывается в голове. Какое-то странное и необъяснимое чувство, преследующее буквально на каждом шагу, от которого наступает спокойствие, блаженство и умиротворение, гармония с окружающим миром. Становятся понятны разговоры птиц, отчетливо слышен звук каждой капли тающего снега. На фоне этих гигантских скульптур чувствуешь себя маленькой букашкой. Все заботы, проблемы и планы кажутся настолько мелкими, что уходят на второй план. Здесь дышится по-иному, здесь жизнь видится совершенно другой, все как-то просто и легко. Здесь хочется находиться еще и еще. Возможно, в этом месте существует какая-то связь с культурой наших предков, представлений которых горы – это место пребывания божеств, центр мира. С ними связывали вечность и устремленность к заоблачному, вершинному миру. И только наскальные росписи заставляют вернуться с неба на землю. Не те росписи, что многочисленные исследователи находили в каменных гротах Акбаура, а другие, исписанные выцветшими красками гранитные валуны, хранят уже современную историю – от задокументированной даты пребывания человека на вершине горы Сорокина до признаний в любви. Отчетливо видно, что каждый летописец старался увековечить свои росписи на долгие годы, но время постепенно стирает все то, что не имеет отношения к следам пребывания древнего человека в этих местах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С виду обычные поселения зимовки Уландского района Восточно-Казахстанской области оказались разбросаны на уникальной территории, представляющей собой историческую и научную ценность. Случайность это или зов древних предков сейчас сказать сложно, да и не каждый станет об этом задумываться. Современная жизнь, подобно бурному потоку протекающей здесь реки Урунхай, не дает возможности остановиться и послушать, о чем говорит ветер и поют птицы, наверняка знающие куда больше об этих сакральных местах. Возможно, наших предков привлекли здешние плодородные пастбища и многочисленные реки и ручьи, берущие свое начало в горах Калбинского Алтая. А быть может, на эти места указала та самая гора Сорокина, которая, словно египетская пирамида, устремившая острие свои вершины в небеса, аккумулирует неведомую нам энергию, наполняя ей все вокруг. Так или иначе, но именно здесь накрывает какое-то странное и необъяснимое чувство, преследующее буквально на каждом шагу, от которого наступает спокойствие, умиротворение и гармония с окружающим миром. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»